Рада встрече! Мне сложно быть объективной, но стольких представительниц нашего женского рода, которые не мечтают ни о каком подвенечном платье, кольцах, слезах старших родственников и других сопутствующих бракосочетанию символов, по-моему, не было ни в одном другом поколении. В Америке, вон вообще, движение «Чайлд-фри» при всей нашей критике по статистике продолжает набирать популярность. Чайлд – ребенок, фри – свободен. Движение о том, что нужно жить для себя. А как же демография? А при чем здесь демография? У нас, вот говорят, всегда были традиционными большие семьи. Так что если у Петровых будет семеро детей, а у меня ни одного, демография вряд ли от этого сильно пострадает. Другое дело, что этих самых Петровых, тех, для кого это важно и желанно, тоже нужно как-то мотивировать. Участки давать, к примеру, с инфраструктурой, а не в чистом поле, и другими способами повышать уровень жизни. Много детей – счастье, а не кабала. А часто, по-моему, из этого получается именно второе. Садик там, у дома, потом школа, первую смену. Секции, кружки – ведь это все важно. Я, может быть, и не права за неимением опыта. Но даже если со стороны складывается такое неверное впечатление, и не у меня одной, значит, есть вероятность, что что-то идет не совсем так. И знаете еще что? Может сложиться неверное мнение, что я при этом с этих условных Петровых снимаю всяческую ответственность. Напротив, это как раз самое важное. Лучше будет не в том случае, если у всех вокруг будут дети, а если те, у кого они будут, будут их любить и защищать. А от чего важнее всего защитить детей сегодня? Тут у меня тоже есть мнение. От неверных смыслов. А еще хуже – от их отсутствия. А вы знаете, в чем смысл жизни вашего ребенка? С вами была я, Даша. Субтитры создавал DimaTorzok